В спальных районах Вильнюса проживает две трети жителей столицы. Только во дворах многоквартирных домов часто не хватает уюта. Скучные площадки заросли травой. Покосившиеся лавочки угрюмо ждут отдыхающих. А малышня предпочитает резвиться в соседских кварталах, там где ярко и весело. Но все меняется. Мэрия намерена реализовать проект «Соседская программа», на которую будет выделено 100 миллионов евро. То есть за один квадратный метр обновленной территории – 10 евро. Каждый многоквартирный дом, владельцы квартир дома, могут на собрании решить, как украсить свои дворы. Суть программы и заключается в том, чтобы привести в порядок более 1200 городских дворов. Как это работает? Администрация жилых домов, собрав пожелания жильцов, должна предоставить Вильнюскому самоуправлению заявление на участие в проекте. После утверждения заявления будет подготовлен проект и зарегистрирован участок. Далее подготавливается визуальный проект и определяется максимальная цена на обустройство территории. Подтвердив первоначальный проект, его можно будет реализовать. Фактически стоимость каждого проекта будет зависеть от размера участка. Итак, с какими идеями и предложениями могут обращаться администраторы жилых кварталов? Фонтаны и бассейны в центре двора устанавливать не предусматривается. В него могут быть внесены лишь важнейшие услуги для уютной и безопасной жизни соседей. Предусматривается обновить проезжие части дворов, парковочные стоянки, усовершенствовать зеленую территорию, установить камеры наблюдения во дворах, улучшить систему освещения, установить скамейки, детские или спортивные площадки. В принципе, те вещи, которыми чаще всего пользуются соседи. А бассейн – это уже премиум пакет. Первое, чем сейчас должны заняться администраторы жилых кварталов – это созывать собрания и решать, чем украсить и обновить свои дворы. Расходы, превышающие финансирование мэрии, будут оплачивать сами жильцы.